друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях для того чтобы быть в курсе всего контента который появляется на нашем канале не забывайте подписываться на него оставляйте ваши вопросы и мнение в комментариях и не забывайте друзья ставить лайки которые разумеется имеют очень большое мотивирующее воздействие на каждого кто готовит контент но в данном случае на меня сегодня у нас важный день для британской валюты фунт сейчас снижается мы фактически предвкушаем отчеты по промышленному производству и темпам экономического роста я уже не раз говорил друзья вам доступен экономический календарь смотрите затем как меняются ожидания и прогнозы потому что это фактически дорожная карта того что мы можем получить в плане фундаментальных новостей как мы к этому можем подготовиться так вот сегодня по прогнозам нас ожидают очень слабые цифры и более того могу сказать что он темпы экономического роста это мартовские значения мартовские данные ввп могут показать снижение больше чем на 7 процентов и это будет историческим прецедентом самым значительным спадом за все время наблюдения за статистикой фунт и без этих данных сейчас активно снижается потому что на текущем этапе видя что происходит с мировой экономикой видя что решение по смягчению карантинных мер в отдельных регионах могут быть преждевременными в конце концов при неправильном выходе из них могут стать причиной повторной вспышки коронавируса это способно оказать еще большее давление на экономику эти риски безусловно сейчас обсуждаются анализируются в том числе и представителями банка англии как регулятора отвечающего за ценовую стабильность и экономическое благополучие региона так вот по поводу того как мы должны анализировать статистику не просто поверхностный взгляд того что если цифры выходят хуже ожиданий выше или ниже а прошлых значений нужно понимать друзья к чему эти отчеты в конце концов приведут так вот если сегодня выйдут настолько плохие данные по влп как я уже отметил фунт можно будет продавать не только потому что это плохая статистика еще одно доказательство крайне негативного воздействия пандемии на англию но и это фактически тот отчет который я станет предварять большие меры по стимулированию со стороны банка англии и вчера один из представителей британского регулятора допустил возможность друзья снижение ключевой ставки ухода юна отрицательную территорию сейчас как вы знаете ставка в англии держится на отметке 0,1 процента то есть мы настраиваемся на слабые цифры ставим на снижение фунта и с точки зрения техники если вам интересно позиция технаре у нас на канале также очень много аналитиков которые готовят для вас технические обзоры в общем значится поддержка уровень 1 2240 и считается что если курс фунта проходит ниже то мы будем говорить уже о еще большем последующем развитие нисходящего ралли и ухода на пары фунт-доллар в район отметки 1 20 но пока что друзья давайте все-таки ориентироваться на уровень 1 22 который является целью уже несколько недель подряд а для нас что касается других финансовых активов сегодня мы начали с фунта но я думаю что это допустимо учитывая то что мы фактически вот сейчас и буквально через час на большим будет этот релиз по промышленному производству я хочу вас подготовить к тому чтобы вы правильно начали сегодняшний день ну а по другим активом принципе ничего не меняется по рынку нефти у нас 29 42 друзья напомню что в начальной неделе котировки пытались восстановиться на решение саудовской аравии с июня дополнительно снизить объем нефтедобычи на 1 миллион баррелей но реакция была вялой сдержанный какого-то вау-эффекта это решение не произвело потому что она была ожидаема ведь многие страны и вовсе не чистоплотно в исполнении своих обязательств салузская рая взяла на себя больше объемом по сокращению и второй момент все-таки риски спроса его падения и сохраняющегося избытка предложения они настолько существенны что являются проблемой которую не решить лишь дополнительным снижением добычи на 1 миллион друзья мы сегодня ждем также данные по запасам нефти они выйдут в 17 30 по московскому времени я ожидают прироста увеличение запасов на 7 8 миллиона считаю что такие цифры мы можем увидеть потому что за день до этого американский институт нефти сообщил о том что запасы выросли на 7 и 6 миллиона если реальная цифра будет в этих в диапазоне этих значений 7 8 миллионов то конечно же место свободного в кушинге который является главным поставщиком скажем нефти для фьючерсных контрактов торгующихся на нью-йоркской товарной бирже место там не останется поэтому на котировки может оказать сокращение полное исчерпание затоваривание скажем место для хранения нефти отсутствие свободных хранилищ для углеводородов и ранее а кстати говоря эта проблема привела к тому что майские фьючерсы уходили на отрицательную территорию мы вот прям рукой можем сейчас достать до следующей экспирации июньских фьючерсов поэтому я предупреждал вас друзья до 20 мая буду держать короткую позицию потому что думаю что нервозность на рынке нефти она еще останется целом по рынку нефти прежний взгляд держим короткие позиции евро против доллара тоже ничего не меняется снижаемся 1 0 8 43 это в целом позиционно если смотреть дневки мы находимся нисходящем тренде наверное нет смысла комментировать внутри дневную динамику все-таки друзья вслед за фунтом евро тоже пойдет ниже сегодня в 12.00 выйдут данные по темпам экономического точнее по промышленному производству еврозоны ввп у нас в эту пятницу но ждем слабые цифры и дополнительного топлива для снижения европейской валюты s&p 2854 пункта голдман сакс прогнозирует снижение до уровня 2400 пунктов я разделяю такую позицию сейчас очень болезненным является по итогам вчерашнего дня мы точно так можем сказать риск повторной вспышки коронавируса из-за преждевременного снятия карантина и эти комментарии были вчера очень уж актуальны для соединенных штатов америки которые вот готовятся сейчас несколько этапов выйти из всех ограничений которые были ранее приняты почему эта тема актуальна для сша да потому что сша как вы знаете это эпицентр распространения коронавируса там фактически рекордные значения и по летальным исходы мы по количеству заболевших bitcoin 8904 мы уверен со дня на день закрепимся выше девяти и пойдем к десятке повторюсь друзья то что мы находимся сейчас в периоде год-полтора когда ралли биткойна будет развиваться по наломке с ралли реакции биткойна на прошлые хаулинги поэтому держим длинную позицию новозеландец сегодня отличился на азиатской сессии герой поскольку сегодня резервный банк новой зеландии провел заседание ставку оставил на прежнем уровне 0 25 сотых процента друзья однако увеличил программу количественного смягчения вдвое до 60 миллиардов долларов и также допустил что возможно в будущем просмотрит сценарий при котором ставку идет на отрицательную территорию 0 60 сейчас котировки я рекомендую придерживаться цели на отметке 0 58 друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания